всех приветствую дорогие друзья сегодня я хочу представить очень интересного спикера гостем сегодня у нас является зуева ирина николаевна это психолог родов консультант и директор академии родология добрый день добрый день я хочу сразу начать с такого актуального и наболевшего вопроса сегодня понятие родология мне кажется несколько искажена в понимании в обществе давайте вскроем этот вопрос расскажем что же в действительности из себя представляет родология и как она помогает людям ильбер спасибо очень на самом деле важный вопрос здесь я наверное прям маленький экскурс сделаю в историю вообще возникновения родология дело в том что авторами этого направления научного направления исследования являются супруги докучаевы валерий васильевич докучаев и лариса николаевна докучаева и когда они создавали это направление то есть это направление которое изучает род как система это очень важно да это было их открытием то что если есть система значит у нее есть свои законы и они по-разному вначале называли это направление было был вариант родономика но в итоге возникло очень точное ясное название родология то есть психология изучает психику а родология изучает систему роды и собственно говоря это название оно и вошло уже в название академии родологии был создан учебник основы родологии но дело в том что с каждым годом интерес к родовым системам к своим предкам к генеалогии к изучению взаимосвязи между предками потомками он растет и этим стали пользоваться специалисты разных направлений в том числе и эзотерических направлений то есть они подхватили этот термин как лариса николаевна говорит с одной стороны очень удачно назвали но с другой стороны начала происходить очень большая путаница потому что родология как таковая изначально вообще никакого отношения к эзотерике не имела потому что это фактологический анализ того что происходило с человеком с его семьей и с его родом и на основе этого выявлялись установки те которые влияют уже на потомков и в основу родологии вошло очень знание много различных направлений это и генеалогия и психогенетика и эпигенетика и социология и так далее да то есть родология она соединила в себе множество наук и направлений и появился вот такой уникальный фактологический анализ геносоциограмма геносоциограмма это собственно говоря генеалогическое древо на которое нанесены социальная история этого рода то есть как они проживали те или иные события и как то как прожили предки эти события влияют уже на потомков но и из-за того что очень многие специалисты работающие с родом но там через медитации через молитвы еще через что-то вдруг тоже решили что название родологии им очень подходит но вот к сожалению произошла такая путаница и на сегодняшний день этот термин стали брать и другие специалисты но мы тем не менее разъясняем что если вы ищете родолога то поинтересуйтесь чтобы он обучался в академии родологии потому что это специалист серьезным базовым образованием должен быть получается родологии и генеалогия это очень связанные науки и получается если мы изучаем генеалогию с точки зрения фактологического состояния то здесь мы добавляем еще что социальное значение в изучении когда мы приходим к родологии когда мы пытаемся выстроить вот эту структуру историю своего рода но я бы сказала так если ко мне как к психологу родового консультанта приходит человек который изучал свое генеалогическое древо но это замечательно потому что конечно у него много данных о своей родовой системе но нас как родологов интересуют не просто еще там взаимосвязи да там дата рождения и так далее хотя они тоже очень много нам могут рассказать но это какие были отношения между людьми в этой родовой системе как они прожили те или иные события мы же понимаем что прошлое столетие оно было богато на различные социальные процессы да то есть это были и большое количество войн это был голод где-то в каких-то регионах но ведь каждая семья прожила это по-своему я например видела такие судьбы то есть но через меня проходит очень большое количество людей я индивидуально тоже консультирую и были такие люди у которых например никто не погиб в великой отечественной войне были такие люди у которых совсем никто не воевал то есть люди трудились в тылу а были такие люди у которых каждое поколение попадала в социальный катаклизм то есть либо мужчины участвовали в революции первая мировая война гражданская мировая война великой отечественной и каждое поколение причем молодые мальчики 17-22 года все попали в этот социальный катаклизм мы же понимаем что и у этих людей будет совершенно разное состояние и разная установка относительно процессов обществе и это будет отражаться на потомки и достаточно сильно то есть мы можем даже глядя на геносоциограммы примерно сказать как будет вести себя потомок при изменении в социуме удивительно как сегодня может помочь родология нам обычным людям если даже я понимаю что это очень обширно да и очень глубоко надо рассказать наверное но если сформулировать более емко что мы можем полезного для себя извлечь изучая родологию знаете родологии это не общая наука это наука про каждого очень индивидуально и когда каждый человек начинает изучать историю своего рода он начинает понимать сам себя знаете мы ведь как из пазлов состоим из своих предков то есть при зачатии вот у нас 23 хромосомы от папы 23 хромосомы от мамы да и значит такой получился ребенок у каждого ребенка есть своя библиотека то есть в этот момент зачатие ему приходит вся информация о своих предках как говорят генетики наследуется ведь не только внешность наследуется абсолютно все наследуются модели поведения наследуются наши реакции в тех или иных ситуациях ведь род это такая система которая стремится к расширению и к развитию и к тому чтобы потомки были гораздо более выживательны и поэтому очень важно знать а как прожили жизнь предки и что за такой сундук с мудростью и с ресурсами они передали мне и приготовили и могу ли я эти ресурсы взять и каким образом и соответственно а какие же были проблемы у моих предков то что часто приходит человек например напуганный говорит а вот у меня по одной веточке там была одна и та же болезнь а как у меня предрасположенность есть заболеть этим заболеванием и мы как психологи естественно исследуем а где же возникла та установка психологическая которая привела к этому заболеванию понятно что мы не исцеляем мы не доктора ни в коем случае но мы даем человеку понимание где зародилась проблема и осознавая уже где она зародилась ее можно решать с точки зрения психологии и соответственно но сегодняшний день психосоматика да уже никем не отрицается что изначально проблемы возникают на уровне психики поэтому человек изучая историю своего рода может совершенно четко видеть знаете как где соломку подстелить потому что если в истории рода в какой-то момент была какая-то либо трагическая гибель либо какая-то ситуация сложная то это не означает что это будет у потомка нет мы как раз говорим о том что фатальности и и здесь нет но в этот момент у потомка может быть сложное нестабильное эмоциональное состояние и он не будет понимать в чем причина виде большое количество до случаев консультативных которые происходят проходит через меня удивительно когда приходит например молодая женщина которой около 40 лет и она очень успешно у нее развитый бизнес и практически нет конкурентов в городе но она говорит что она очень устала и что именно вот сейчас в это время есть стало очень тяжело вести бизнес и она думает о том чтобы закрыть его и мы начинаем исследовать историю ее роды что мы обнаруживаем в этом возрасте ее бабушка попала в аварию и у нее была ампутирована нога то есть с этого момента как вы считаете у бабушки возникло ощущение что ей дальше стало жить намного сложнее и стало намного сложнее справляться с делами конечно это то что мы называем актуализации и через родологический метод консультирования это уже конкретный метод зарегистрированный в общероссийской психотерапевтической лиги как модальность до который возник на основе научного направления родология через этот метод мы делаем коррекцию этого состояния коррекция делается через либо раз идентификацию с тем состоянием которое было у предка и соответственно через идентификацию с ресурсным состоянием у нее уже есть и другая бабушка которая благо прожила всю жизнь спокойно на двух ногах и мы когда делаем коррекцию психологического состояния получаем прекрасный результат на сегодняшний день она открывает новый крупный магазин в центре города и продолжает свою деятельность то есть она понимает источник своего состояния соответственно она может с этим что-то делать когда мы знаем своих предков мы очень четко начинаем понимать себя и соответственно правильно выбирать путь но надо подчеркнуть что это именно психологическая форма помощи да это определенная модальность и именно поэтому здесь должен быть человек очень с хорошей базы хорошим образованием чтобы не навредили да как у врачей наверное главное не навредить конечно это очень важно потому что работа с психолога работа с психикой она требует образования и родологом консультантом или специалистом в родологическом методе консультирования у нас есть две направленности образования может стать только специалист который имеет либо базовое психологическое либо медицинское либо педагогическое образование это очень важно потому что мы работаем с людьми и здесь как вы правильно сказали важно не навредить в правильном направлении оказать помощь и подсветить человеку проблему сегодня мы с вами встретились на таком интересном событие как генеалогический форум случалось ли вашей практике что вы в партнерстве работаете с генеалогами что возможно есть такие запросы уже когда люди не просто хотят изучить историю своего рода ну и так скажем изучить вот эти конкретные сценарии для того чтобы себе помочь ну и надо сказать что мы же не только для себя это делаем мы делаем для того чтобы у будущих поколений некоторые моменты уже были сглажены я правильно да конечно конечно но мы наверное прежде всего на должны сначала это сделать для себя потому что работать только для будущего поколения это конечно почетное важное но пока человек не осознает как это влияет на него самого и не увидит действительно серьезных изменений да потому что действительно большое количество эмоций страхов они пришли к нам актуализировались те же эмоции которые были когда-то в прошлом генеалоги очень много сейчас обращаются именно к изучению родологии потому что человек изучая как гениал к историю своего рода он начинает очень четко видеть закономерности которые есть его роду да то есть вот ну как мы в родологии изучаем законы развития рода то есть они видят повторяющиеся события например там в одном и том же возрасте ну как ресурса девушки выходили замуж или в одном и том же возрасте люди по какой-то причине уходили из жизни или случалось прям какое-то конкретное событие да не всегда положительное которое и потом он начинает бояться что и дальше это событие продолжится и тогда я сама будучи психологом уже там с девяносто четвертого года я в психологии и когда я поняла что проработав многие многие вещи сама я поняла что те вещи которые я не могу проработать они как раз в родовой системе это был очень большой страх потери мужа хотя мы с мужем уже жили достаточно долго и вот в этом году у нас будет 33 года как мы вместе но вот этот страх он очень сильно мешал качеству жизни и я тогда нашла академию родологии и соответственно решила эту свою проблему и люди которые в генеалогии они же видят эти моменты очень многие до приходят уже либо на консультации либо пройти курс для того чтобы уже овладеть этим методом кстати у нас есть онлайн школа академии родологии где может каждый желающий человек прийти и на протяжении курса разобраться со своими задачами но этот курс он для себя для того чтобы понять себя он так и называется родолог для своего рода вот и специалисты наши кураторы опытные специалисты они ведут за руку прям да на этом курсе показывая каким образом можно решить те или иные задачи и на нашем курсе да есть гениалок который подсказывает как найти первичные документы потому что это работает и в обратную сторону до бывает люди приходят которые уже хорошо знают генеалогию и они пришли к изучению родологии а бывает когда наоборот через изучение родологии человек говорит так мне же надо тогда изучать генеалогию своего рода игры конечно сами вы как-то приближайтесь или может быть уже приблизились к изучению своего рода с точки зрения генеалогии что интересного вы для себя открыли при изучении своего рода именно с точки зрения генеалогии возможно поделитесь с нами да благодаря конечно родологии я и обращалась и в архивы и в загсы и знаете когда начинаешь изучать вообще свою родовую историю и уже начиная с точки зрения психологии а дальше когда углубляешься в генеалогии то происходит порой чудеса у меня произошла такая интересная ситуация когда я сделала запрос в органы загс по своим предкам чтобы рождение уход все что можно узнать по этому поводу и я достаточно долго перед этим искала своего брата причем он живет в моем же городе но я его не видел уже 35 лет это он двоюродный брат и вот как-то так потерялись и номера телефонов неизвестные и вот такая ситуация и значит когда я подала туда документы приехала забрала документы села в машину листаю значит а это была именно ветка вот как раз по его родству поднимаю глаза у меня перед лобовым стеклом стоит мой брат это было для меня невероятно чудо я открываю машину выхожу говорю саша это ты он говорит а ты что здесь делаешь игру нет это ты что здесь делаешь я тебя уже ищу пару лет вообще так он говорит слушай ну это наверняка нас соединили наверху но он увидел в моих руках документы сейчас мы общаемся вот как это происходит это достаточно сложно но тем не менее и второй такой тоже удивительный момент был я поехала вот вчера как раз на этом форуме говорили о том что как важно посещать родину предков и вот знаете я могу сказать с полной уверенностью что вот люди ездят на места силы вот место силы точно абсолютно для каждого человека это родина его предков когда я приехала я знала что моя бабушка родом с деревни бакуры саратовской области и у меня никак не было времени туда доехать я доехала в эту деревню там оказались чудом знакомые люди которые тут же нашли мне бабушек-старожилов одна из них оказалась одноклассницей моей мамы и она мне рассказала столько ее детстве моей мамы уже нет 10 лет живых она мне рассказала столько ее детстве сколько я не успела спросить даже при ее жизни вторая бабушка совсем не знала мою маму но она была чуть старше но зато она оказывается знала моего деда который умер в сорок восьмом году представляете вот такой живой свидетель и она стала говорить да конечно дядя пани я его помню нам ложки делал и вот это состояние когда ты можешь прикоснуться к человеку который лично знал твоих близких и это ощущение какого-то такого душевного родства которое невозможно объяснить когда я уезжала туда они накопали мешок картошки поставили там это целое ведро морковки я говорю да мне не нужно они знаете какую фразу сказали как же не нужно ты же наша и это невероятно я когда приехала оттуда у меня было ощущение что я стала сильнее вот раз в десять у меня даже дети мои сказали мам ты другая ты приехала ты другая и это очень важно я вот каждому советую что изучая историю своего рода обязательно посетите то место где жили ваши родные но и помимо этого я нашла там трех аж троюродных сестер это действительно удивительно и хочется чтобы вы рассказали чтобы зрители услышали из ваших уст что нету такого камня преткновения в части что я не могу изучать свой род я не могу погрузить в родологии или генеалоги я всего лишь знаю своих бабушек дальше я ничего не знаю но как вы сейчас сказали что когда начинаешь интересоваться происходят удивительные вещи что при изучении сами двери открывают словно тебя кто-то ведет это ведь имеет место быть то есть сколько в действительности сколько нужно знать чтобы начать изучать родологию своего рода изучать генеалогию знаете у нас такие чудеса случаются регулярно особенно вот во время допустим прохождения какого-то из модулей по родологии я где-то слышала что есть такой закон может быть это закон физики когда вы начинаете двигаться к чему-то большему это большее начинает двигаться к вам родовая система это очень живое и если вы на данный момент не осознаете то что вы только частичка этой системы то я вам даже немножко завидую потому что когда вы это ощутите и откроете что вы часть гораздо большей системы которая вас любит даже если много было напряженных отношений в которой очень много для вас припасено подарков в качестве вот знаете иногда говорят силы рода что же такое сила рода ну какое такое непонятное да непонятное словосочетание а ведь на самом деле сила рода это совершенно конкретное понятие это те таланты те умения те способности те навыки которые наработаны вашими предками и изучая свой род вы начинаете осознавать так вот это же понятно теперь почему мне вот это так легко дается потому что у меня там дедушка или прадедушка или прабабушка или мама или еще кто-то у меня знаете был такой случай интересный когда женщина одна пришла на семинар и она говорит у меня такое чувство что сзади меня одна такая серость и тяжесть и они так тяжело жили а потом когда мы стали выписывать ресурсы рода она сказала такую фразу я поняла что все это время они мечтали чтобы хоть кто-то был счастлив и я именно их молитвами живу счастлива то есть человек осознал знаете как некоторые говорят нет я вот тут оторвался от рода и вот я первый такой счастливый в роду мечты наших предков это тоже накопленная энергия не жили ради того чтобы вы были еще более счастливы это очень очень важно осознавать то есть надо понимать что мы можем опереться на сильные стороны рода на те же таланты способности навыки профессию даже возможно да и это нам даст как раз таки силу силу рода то что мы можем взять и пронести уже сегодня с собой конечно конечно проблема в том что если бы все было так просто да это каждый из нас бы был сейчас уже силен и прекрасен в чем же как бы проблема почему не всегда потомок может взять вот эту силу рода почему действительно почему а потому что в жизни предка были разные события например бабушка была красавицей там прекрасно реализованы в профессии но к примеру она там рано потеряла двоих детей и потомок подсознательно не идентифицируется с ее сильной стороной потому что есть страх потери детей а в родологическом методе консультирования мы можем по фактор на брать ресурсы и при этом составлять программу коррекции того страха который пришел оттуда и тогда потомок может брать эти ресурсы уже ну условно говоря без вот той проблемы которая была и спокойно и и реализовывать это очень такой да важный момент который позволяет делать вот именно родологический метод коррекции докучаевых он очень простой очень понятный на самом деле он описан в книге основы родологии можно взять то есть у нас некоторые говорят а что обязательно консультацию прийти но конечно же когда человек работает с глубинными программами до проблемами лучше прийти к специалисту но метод описан в учебнике можно прочитать я думаю что нам остается только мечтать о том чтобы такие азы знания появились наших учебных образовательных учреждениях до в школах может быть в качестве классного часа сегодня мы можем сами просто своим самообразованием заниматься и изучать и родологию и генеалогию обращаясь и к знаниям которые собраны в книгах и их специалистам что касается тех форумов всех фестивалей вот сегодня мы на прекрасном генеалогическом фестивале форуме находимся по вашему мнению для чего они нужны что они нам дают и чтобы хотелось к них привнести эльвер насчет привнести даже не знаю я честно говоря в восторге от этого форума огромная благодарность организаторам вот это такая живая генеалогия то есть это уже не просто язык документов а сквозь призму личности и это очень важно что дают такие форумы но мне кажется что то что больше и больше людей начинают интересоваться кто я это на основе того да вот как шуточная плат обличка скажи мне кто твой пра я скажу кто ты и то что многие люди интересуются кто мой пра и тогда я понимаю кто я это наверное один из наиважнейших моментов самоидентификации потому что когда человек понимает кто я он уже начинает понимать куда мне идти а если он не понимает кто он то как же он выберет свой путь жизненный да есть же такая даже древняя пословица что если ты не знаешь куда идти остановись и подумай откуда ты пришел а как нас сейчас в нашем контексте это углубляет да вот это просто и слова казалось бы которые мы не раз слышали но в контексте родологии генеалогии это приобретает другой смысл действительно нам надо задуматься откуда мы пришли да да и вот знаете еще по поводу ресурсов у меня очень часто когда особенно разговариваешь с более молодым поколением они говорят ну какие ресурсы мне могут дать мои предки но они были крестьяне там или они были там еще кто-то я-то хочу стать эти специалистом или там я хочу стать там веб-дизайнером или вот какое-то современное такое называют направление но ведь дело в том что мы же смотрим не конкретно профессию часто а нам нужно посмотреть какие навыки были наработаны предками что такое быть специалистом до крестьянин это земледелец а это человек который умел очень четко и структурно выстраивать план действий то есть ему надо было вовремя посадить эти семена до вовремя за ними ухаживать знать когда собрать и это человек который практически всегда достигал великолепного результата сбора урожая и кстати это люди которые имели умели прекрасно создавать подушку безопасности у каждой крестьянской семьи было запасов минимум на три годы посмотрите как мы здесь сейчас расшифровали да все навыки какие были как мы думаем для эти специалисты важно структурное мышление несомненно важно важно выстраивать как минимум на год себе какие-то планы конечно важно важно зарабатывать и грамотно вкладывать деньги чтобы иметь подушку безопасности так надо повернуться назад и сказать огромную благодарность выразить своим предкам потому что и чувство то желание осваивать новое оно тоже оттуда да потому что ведь те же сельскохозяйственники они тоже постоянно осваивали что-то новое для того чтобы улучшить результаты повысить свою урожайность поэтому смотрите какие разные казалось бы направления а навыки нужны одни и те же верно ирина как вы сейчас сказали такую фразу благодарность предкам вот чтобы замотивировать чтобы наверное дать этот импульс другим людям расскажите пожалуйста что вы благодарна своим предкам поделитесь с нами вы знаете я выросла в очень любящей семье и вот этот импульс любви он пронизывает всю жизнь и мои родители выросли в семьях где их любили в наших семьях никогда не повышали голос на детей очень сильно любили радовать детей и баловать их мы не росли в строгости нас не заставляли с утра работать на огороде но мы всегда чувствовали поддержку и взаимопонимание со своими родителями это благодарность она формировалась не из состояния знаете назидание и состояние понимания сколько в нас вложено и я могу сказать что я и у меня есть старшая сестра мы на каждом нашем семейном празднике мы до сих пор собираемся всей семьей наша семья когда собирается человек 40 на сегодняшний день мы всегда говорим о своих родителях о своих бабушках дедушках а их трудолюбие а их невероятным умение сохранять жизнерадостность в любых ситуациях и за это я им очень благодарна отцу я искренне благодарна за его фразу что из любой ситуации есть выход и эта фраза выручала меня многократно в жизни потому что каждый человек сталкивается с разными ситуациями жизни дедушку за его огромную доброту когда мы приезжали тогда не было телефонов и дорога к ним занимала часов в шесть-семь он всегда знал когда мы подъезжаем я не знаю как он это делал он стоял у ворота и в его пиджаке кармане всегда были конфеты для нас и это то тепло которое дает энергию всю жизнь и я желаю чтобы в каждой семье это было бабушкины руки они знаете были такие пухлые и у одной бабушки она пекла шикарные блины и это тоже осталось кстати эти блины я также пеку сейчас для своих детей это пышные блины другая бабушка у нее была очень сложная судьба но она очень долгожитель она прожила 96 лет вырастила нас она была очень такой немножко сухой по характеру даже строгой но в какой-то момент я поняла что она оставшись с четырьмя детьми в незнакомом городе одна сумела всем им дать образование и сумела вырастить их достойнейшими людьми и у меня к ней низкий поклон и огромная благодарность вот когда мы искренне благодарим наших предков а то в наших детях эта благодарность к нам она формируется автоматически ее не надо воспитывать она просто есть рынка я от всей души искренне вас хочу поблагодарить сегодня за такое интервью прекрасное за те посылок которые вы дали сегодня имени и нашим зрителям и я думаю что чем больше мы будем говорить о том насколько это важно нам каждому и в целом для общества изучение своего рода знание истории своей семьи тем здоровее наше общество будет становиться в ней будет больше любви и больше доброты и больше открытости и это будет благом и нам и нашим будущим поколениям я вас благодарю благодарю ну пусть это будет во благо всем вам и всем нашим рада спасибо